Как минимум два раза в год карельские спасатели проводят учения. Зимой отрабатываются действия во время техногенной катастрофы. Летом же тренинг проходит на природе. Сегодня состоялось плановое учение по терминологии профессионалов по спасению людей в чрезвычайных ситуациях в условиях природной среды. Ситуации эти могут возникнуть при проведении массовых праздничных мероприятий, которыми так богато суровое карельское лето. Спасателям на сей раз предстояло выполнить четыре задания. Первое – снятие парашютиста с дерева, который ударился от ствол, потерял сознание и завис. Второе – снятие пострадавшего с веревки. Ну это дети у нас проводят, юные туристы проводят здесь соревнования, и в том числе этот элемент. Вот стало кому-то плохо на веревке, потерял страховку, завис, выбраться не можно. В программу также входили веревочные переправы через лососинку и спасение экипажа перевернувшейся надувной лодки. Кстати, о лодке, но уже подводной. У карельских спасателей есть свое мнение относительно операции в Баренцевом море. Если бы удалось хвост лодки приподнять, и люк показался бы из воды, то, как главком военно-морского флота говорил, что это невозможно, потому что там волнение, и лодка будет вертикальная, людям оттуда не выбраться. Вот здесь, на мой взгляд, можно было спасателей наших задействовать, они бы по веревку спустились в отсеки и могли бы доставать пострадавших. В сегодняшних учениях принимали участие 16 человек, приписанных Карельской поисково-спасательной службе, лучшей на всем Северо-Западе. Уже три года команда из Петрозаводска выигрывает зональные соревнования. Тем не менее, лучшие из лучших не собираются почивать на лаврах, а продолжают учиться. Лишнего опыта не бывает. Служба наша не ликвидируется, я думаю, еще очень долго, потому что она нужна людям. Ее надо наращивать, наращивать. И не дожидаясь, когда петух проснется горячим.